какой вы совершили самый мощный косяк за который вас не поймали около двух лет назад я возвращался домой из магазина и двое прохожих спросили у меня дорогу я жил в этом городе всего несколько месяцев и особо никуда не выходил из дома поэтому не знал как пройти туда куда им было нужно однако я был слишком зажатым челом чтобы сказать им я не знаю к тому же я толком не услышал что они у меня спросили но при этом я не хотел просить их повторять еще раз поэтому я просто указал в рандомном направлении сказал идите туда а за углом поверните налево примерно через полчаса эти двое появились у двери нашего дома я увидел что это они и решил что они верить чтобы наорать на меня или типа того за то что я неправильно подсказал им дорогу но в моменте я понял что этого не может быть ведь они не знают где я живу когда отец открыл дверь я спрятался в прихожей стал подслушивать первое что сказал один из этих челов извини что мы так задержались один мелкий засранец неправильно указал нам дорогу следующие четыре часа я тупо прятался в своей комнате надеясь что они ко мне не зайдут я тогда работал в маленьком магазинчике это случилось в пик рождественских праздников я закончил смену последним и по какой-то причине забыл запереть магазин утром я пришел первым дернул за ручку входной двери и она просто открылась я лишь спустя 10 минут работы понял что на самом деле стряслось и что дверь всю ночь была открыта тем не менее в магазине ничего не пропало по крайней мере никто из нас не заметил пропажи но я был в ахере в итоге я вызвался добровольцем отработать несколько ужасно загруженных смен владелец магазина подумал что я просто вдохновлен работой и хочу пахать но в действительности я просто чувствовал за собой вину из-за того что я чуть не угробил семейный бизнес работал в продуктовом магазине опрокинул два высоких палета с пепси и маунт эндю выкинул какую-то часть в уплотнитель отходов чтобы спрятать улики однако это привело к тому что повсюду стали взрываться другие банки с газировкой в итоге я бросил свои попытки убрать за собой закончил смену и свалил пока меня никто не видел когда мне было лет 12 мама купила два круглых стеклянных приставных столика с одной металлической ножкой посередине которая держит стекло первый разлетелся на тысячу осколков когда я упал на него из стойки на руках я насквозь пробил ногами стол за что мне конкретно дали по башке представьте себе мой ужас когда через неделю я по неосторожности разбил второй столик к счастью эта поломка была не столь очевидно я прокинул стол и стекло не разбилось а просто откололось от металлической ножки тогда для поддержания равновесия я аккуратно представил стеклянную поверхность к ножке и расставил на нем разные предметы на одинаковом расстоянии друг от друга когда моя мама вернулась домой и потянула за стол чтобы придвинуть его к себе у нее в руках оказалась лишь стеклянная поверхность она и по сей день уверена что стекло просто откололось само по себе и теперь когда она снова покупает такие же столы то советует всей нашей семье передвигать их только за ножку это случилось когда мне было 14 а я до сих пор не могу поверить что никто меня не спалил на улице шел сильный снег а я ехал в школьном автобусе в школу на дорогах возникли пробки и движение замедлилось спустя какое-то время у меня начал жестко болеть живот я попытался не обращать внимание на боль но она усилилась до такой степени что я даже не мог насладиться серии симпсонов который скачал на свой айпод тач первого поколения в конце концов мы стали подъезжать к школе и я подумал что успею добежать до туалета однако автобус пропустил поворот от чего нам пришлось ехать еще пять мучительных минут и в этот момент я совершил свою руковую ошибку я решил легонько пукнуть чтобы снять напряжение я сделал это и из моей жопы стали вытекать ужасные жидкие какашки пузырить они потекли по бедрам и вниз по брюкам все больше и больше вытекало наружу это была мощная волна тухлятины запах стоял настолько ужасный что он аж обжигал ноздри какой-то пацан заржал фу кто-то обосрался что ли притворившись что это не я я жал вместе с другими школьниками а мои темно-серые школьные брюки скрывали мой стыд как только мы вышли из автобуса я резво пошел к ближайшему туалету выбросил брюки и переоделся в спортивную форму у нас в кампусе был небольшой магазинчик где смог купить еще одну пару брюк весь день от меня воняло говном но вот прошло уже 10 лет а никто так и не в курсе что я обосрался в школьном автобусе не знаю как насчет самого мощного но несколько дней назад я потянул удлинитель под диваном пытаясь достать зарядку для телефона в этот момент я случайно переломил одну из ножек на которых держалась елка елка упала прямо на бабушку и дядю в итоге они решили что елка просто слишком перевешивала с одной стороны хе-хе упс не я мой друг он сжег завод по производству красок завод находился рядом с железнодорожной линией так что все поезда пришлось остановить он сделал это во время школьной перемены его так и не поймали он задержал сотни людей и нанес многотысячный ущерб у него дома до сих пор есть газетная статья об этом случае он сказал что это был несчастный случай но в прошлом он поджигал и другие здания так что я уверен что это не так а друг я завалил экзамен после чего мы с другом вломились в учительский кабинет и я выкрал свою работу учитель подумал что потерял мою работу и я смог пересдать экзамен меня так и не поймали в четвертом классе я вместе с другими пацанами херачил по тонкой гипсокартонной стене в туалете всем что только можно было принести за ним был строгий надзор и в туалет отпускали только группами в конце концов стене образовалась дыра в 57 сантиметров учителя узнали об этом благодаря уборщику и стали отпускать нас туалет по одному как-то раз я зашел в туалет осмотрел дыру и изо всех сил ударил по ней в результате чего часть стены отвалилась и дыра увеличилась четыре раза многих детей в итоге наказали а их родителям выписали небольшие штрафы но меня так и не поймали я до сих пор чувствую себя немного виноватым за случившееся будучи мелким пацаном я нарисовал несколько рисунков которые явно не походили на детское творчество боясь что родители обнаружат их я решил смыть их в унитаз бумага формата а4 не очень хорошо смывается так что родители все же нашли эти наполовину смытые карикатуры которые засорили слив унитаза мне было так стыдно когда они устроили мне допрос что я свалил вину на своего друга из дома напротив это случилось когда я учился в старших классах мои родители уехали за город тогда я и примерно 10 моих друзей решили прогулять уроки и поехать на лодке на озеро беда в том что мы забыли вставить сливную пробку и поняли это только тогда когда задняя часть лодки полностью погрузилась в воду мы чудом успели вернуть лодку на лодочную рампу как раз тот момент когда двигатель заглох вытаскивая лодку из воды я сжег сцепление своей volvo 84 года тем не менее мы вытащили лодку слили воду вставили пробку и снова вышли на озеро она тут же завелась через две недели у машины полностью отказало сцепление а еще через неделю сгорел мотор лодки родители помогли мне оплатить новое сцепление а единственное что я слышал по поводу лодки это замечание механика о том насколько чистым был двигатель я уверен механик точно знал что произошло на самом деле но думал что это мой отец утопил лодку мой отец так и остался в средине пока 20 лет спустя я не признался ему в этом но даже тогда он не поверил в эту историю старшая школа канун нового года собираясь на тусу мы с друзьями решили что будет прикольно выкурить хапку другую перед тем как выйти из моего дома мы сделали это в комнате моего брата которая находилась в подвале и выпустили дым в окно после чего отправились на вечеринку когда мы были уже на вечеринке мне позвонил брат и сказал что в доме пахнет травой родители должны были скоро вернуться а значит что мне была жопа тогда у брата возникла гениальная идея давай я пожгу попкорна что ж это сработало и очень хорошо сработало он так жестко спалил попкорна что нам пришлось покупать новую микроволновку в глазах моих родителей это был третий предмет кухонной техники который нам пришлось заменить из-за моего брата но на самом деле он просто прикрыл мой зад лучший брат на свете я обещал ему что я признаюсь во всем родителям когда закончу школу но в итоге очканул потому что в то время у меня были плохие отношения с мамой потом я пообещал что расскажу им когда закончу колледж и снова очканул теперь я ему просто говорю я все им скажу когда у меня будет сын подросток который курит траву серьезно мой брат самый крутой чувак на свете мы с моим корешем работали в свое время в одном магазине в отделе электроники мы с ним воровали оттуда товар за два года мы вынесли товара примерно на 45 тысяч долларов айпода игровое оборудование игры компакт диски колонки и все прочее как-то раз мы косякнули и нас чуть не спалили за нами начали следить потому что заметили как много товара пропадает в нашу смену потом об этом узнал какой-то торчок который обжимался с нашей общей подругой на вечеринке он работал в отделе приема и решил что ему тоже хочется поучаствовать этот кретину тащил за одну смену целую партию из 10 ps3 и двух телеков и загремел по полной моего кореша перевели в отдел по работе с клиентами а я стал супервайзером садоводческом магазине угарный был 2009 год изменено я бы не советовал заниматься чем-то подобным и я бы не стал повторять это снова хотя на тот момент мне было похер и честно говоря мне сейчас похер тому челу не досталось конкретно за наши косяки потому что никто не понимал реального масштаба произошедшего мы были не единственными кто промышлял подобным он просто снял с нас все подозрения и его не арестовывали как я понял они не смогли ничего доказать поэтому нашли какую-то левую причину которая уже и так была для того чтобы его уволить так что мне было не особо жаль его мы работали в огромной международной торговой компании и никто не стал досконально разбираться в этом деле так что можно сказать мы обошлись без жертв я бы никогда не поступил так с каким-нибудь маленьким семейным магазином или заведением работающим по франшизе или еще с чем-нибудь подобным да даже со специализированным магазином типа best buy это был скорее удар по заднице крупной корпорации более 75 процентов украденного мы просто отдавали даром к примеру я подарил маме моей подруге новый мобильный телефон так как она не могла себе его позволить сама однажды я увидел как ребенок уронил свой старый ipod и сломал его и тогда я просто отдал ему тот которым пользовался я потому что знал что смогу взять себе новый у меня самому нет ничего из того что мы украли и у моего кореша тоже за два года я заработал на всем этом стафе около 150 баксов и около 30 грамм травы это не то о чем я буду рассказывать своим детям но мне было прикольно поиграть в робин гуда к тому же никто от этого не пострадал а я уже ничего не могу изменить я никогда не испытывал никакого сожаления по этому поводу да и вряд ли когда-нибудь буду большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напишите какой вы совершили самый мощный косяк за который вас не поймали и не забудьте посмотреть наши другие видосы обнял пока